Могучая державная Добрый день, дорогие друзья! Поздравляю всех с праздником! Сегодня праздник единства. Это Владимиру Владимировичу крепкого здоровья и единения с народом. В 17-м году была революция. Россия уже тысячи лет воюет за свою свободу, за свой суверенитет. Добрый день всем, всех с праздником! Сейчас наша цивилизация, мировоззрение в мире стремится к тому, чтобы людей как можно больше разделить. То есть принцип нашей системы это разделяй и властвуй. Людей делят по территориальному признаку, по религиозному, по половому, по цвету кожи и так далее. Как говорится, перед Богом все равны. Люди должны в наши дни объединиться, осознать пагубность того пути, по которому мы идем сейчас. Взять, наконец-то, ответственность за свою жизнь на себя. То есть не перекладывать ее на кого бы то ни было. Как сейчас часто это делается, там винят правительство, президентов, законы и так далее. На самом деле все дело в нас самих. Как говорится, хочешь быть счастливым, будь им. Хочешь жить хорошо, живи. Людям нужно просто осознать, куда мы идем сейчас и в своих стремлениях, в своих целях и желаниях объединиться для того, чтобы прийти к чему-то большему, светлому и совместно прийти к Богу. Конечно, нам, опять-таки, всем нужно быть вместе, быть едиными. И президенту на его нелегком поприще я желаю всех благ и всего самого наилучшего. От себя, как от лица народа, могу. Пожелать, наверное, всему нашему народу, какого-то единения. Здесь были много национальностей. Многие люди собрались, все были вместе. Наша история, которая не всегда может быть правильно где-то отражена. Нужно ее восстанавливать. Традиции и культура именно нашего народа. Конечно же, воспитание. Воспитание в семье – это то, с чего начинается, прежде всего, нравственность и обучение младшего поколения. Я сторонник того, что все-таки у каждого человека должен быть свой клочок земли. Потому что все эти мегаполисы, они отрывают человека от земли, соответственно, от рода, соответственно, от истории и так далее. Поэтому, ну вот я, допустим, планирую переехать в свой дом. Нужно все-таки, чтобы у человека была связь с землей. А у русского человека это тем более. Мы всегда держали за свою землю, сколько мы воевали за нее, наши прадеды, деды. Так что обязательно, обязательно должна быть связь с землей. Самое главное – это дать народу землю. Ту, которую в 17-м обещали дать, но фактически ее народ не получил. Если мы даем землю, то это не так, как в Дальневосточном гектаре. По истечении аренды она переходит в частную собственность. Частная собственность в руках неосознанного человека – это опасная вещь. Так можно и родину продать. Поэтому я желаю, чтобы президент, готовясь к выборам 2018 года, услышал голос народа и принял закон о земле. Закон о земле, который будет в пожизненное пользование с правом передачи по наследству, без права продажи. Мы как коренной народ, не конкретно русский, а славянский народ, все-таки у нас должны быть свои привилегии. Мы живем на своей родной земле, и у нас должен быть приоритет и своя идеология. И это в первую очередь должно доноситься со школы, с семьи, с воспитания. Главное, чтобы земля передавалась по наследству, для того, чтобы человек был заинтересован в развитии этого маленького участка земли, маленькой своей родины. Если каждый сделает свою маленькую родину, свой участок земли, гектар, допустим, счастливым райским садом, и будет рай на земле. Ну самое главное, в чем мы должны объединиться, это взять ответственность за свою жизнь. Очень много лозунгов, и все, кто добивается какой-то власти, они много обещают и говорят, что мы будем вместе, будем двигаться, будем расти. И встает вопрос, как? Да единство должно быть, наверное, во всем, в общении с природой, с людьми. Мы должны быть как единый организм, тогда, наверное, у нас и будет все получаться. Любовь, она спасет. Надо любить, творить и быть ответственным за свои дела и поступки. Зачем нужен закон о родовых поместьях? Почему именно землю нельзя давать частную собственность, а по жизни надо давать? Очень хорошая идея Владимира Мегре, у него там прописано это все закон, как люди должны брать и вообще, какую ответственность за это нести. Самое главное, чтобы это было, без права продажи. Все, земля у нас принадлежит как Богу, так и нам, и поэтому она должна брать землю, чтобы она была в безвозмездное пользование, сплавом передачи по наследству. Поэтому брать землю и творить на ней, и брать самое лучшее у старшего поколения. Объединяет нас всех, как взаимосвязь с природой, человек, дитя природы. Поэтому первое, что хотелось сказать в этот день, который организовал наш президент Владимир Владимирович Путин, Он глубоко и четко понимает позицию единения человека с природой. 70-й юбилейный, на юбилейной сессии, он объявил такой лозунг на весь мир, что наша цивилизация тупиковая, и технократии нужно заменить биотехнологиями. Мы едины должны быть в том понимании, что сотворено было создателем изначально, и прийти к этому, возродить, восстановить на земле все, как было в первоистоках. Я призываю объединяться для того, чтобы делать жизнь лучше. И наша идея родной партии, она тоже направлена на это, чтобы российское государство было суверенным. Наш национальный лидер Владимир Владимирович Путин неоднократно говорил. Говорил о земстве, говорил о самоуправлении, о доске. И вы знаете, мы должны пройти тот барьер и начать наконец-то объединяться на места, проявлять свою власть в своем дворе, в доме, в семье. И только так мы сможем что-то изменить. Не сверху, а снизу давайте менять. Поэтому я считаю, что здравая жизнь, она может быть только на земле. Потому что все, что мы сегодня имеем, подводные лодки, машины и все остальное, только благодаря тому, что есть матушка земля, наша Русь. И поэтому давайте распоряжаться таким ресурсом, который нам эта мать-земля дает. Правильно. Сегодня Россия, но я не скажу, что она на нефтяной игле, но практически все держится за счет того, что продаются нефть и другие ресурсы. Сегодня это совсем, может быть, не в руках народа. Но, наверное, потому что народ устранился. Поэтому я призываю каждому, желаю каждому человеку взять ответственность за жизнь своих детей, своей семьи, взять кусочек земли, обустроить на нем ту малую Родину, которая даст нашим детям всю жизнь в эту жизнь. С праздником! Как правильно сказать, не россиянины, наверное, а русы. Удачи! Вспоминайте вашу культуру, вашу родную землю и предков.